итак всех приветствую сегодня у нас на обзоре мышь от компании asus линейки republic of gamers модель gladius и она знаменательная и и ждал и много ее кто ждал а почему она знаменательность просите вы в начале года прошла масса компьютерных выставок где asus феерили даже не тем что они представили какую-то материнскую плату или не мою видеокарту с каким-то дополнительным охлаждением каким-то переработанным охлаждением они впервые вообще на моей памяти феерили тем что представляли мышь какие как группа каких-то азиатских парней при вас разбирала мышь вы доставала микрики меняла на другие микрики собирала мыши говорил ребята да вы чё до этого сами не додумались проблема дабл крика решена проблема там такая знаете каких-то говнянских микриков уже изначально решена то есть поменяли и все и не надо вам сдавать мыши ли еще что-то с ней делать и спокойно заказываете мы же знаете из москвы если живете в регионах вы не потеряете там несколько недель на то чтобы ее вернули вы просто открыли поменяли и собрали все отлично как до этого раньше никто не додумался я не буду говорить может кто-то и додумался но это первая мышь с таким массовым характером имеющие съемные микрики заменяем вот реально ребят больше не припомню наверняка есть но не массового характера и так вы еще видите у меня на столе дашеньку 2013 года потому что ну не найти сходство было бы ему просто совсем быть слепым и так начинаем осмотр мыши но не как не как обычно снизу а я вам покажу комплект для начала смотрите кабель вау он без оплетки тогда же как она работает сейчас вау кабель с оплеткой и сразу два вывод кабеля в комплекте 2 это первый вывод праздную там подлан под дом или просто из-за того что вы не любите оплетку или наоборот любите оплетку и второй вывод кабели съемные их можно менять отлично ничего не скажешь вот такой вот чехольчик фирменный репабликов геймер с застежкой для транспортировки мыши когда вас одинили кабель положили сюда кабель положили мышку едете куда вам надо ну и самое конечно главное ребят вот это это gladius и констилляция гайд и вот здесь у нас комплекте что имеется наклеечки тефлоновые ножки вообще тефлон это хорошо ну а из-за того что мышь предполагает вскрытие для замены микриков двойную двойная порция тефлона в комплекте это еще намного круче молодцы позаботились ну и собственно говоря самое главное amron mouse switch то есть это обычные трехпиновые оброны которые сделаны в японии я не вижу сейчас отсюда маркировку по моему на стандартно рабочие щелкают и к ним придраться нельзя то есть ну по-царски реально по-царски не хватает только на стриптизер но это уже мои личные фантазии переходим к осмотру мыш мыши снизу и вот тут то у нас раздолье если в кулер мастере б-б-б-б то здесь есть о чем поговорить для начала это четыре достаточно массивные ножки тефлонов тефлон хороший не такой быстро стачивающийся и соответственно скользкий как лоджитековский ну и не такой дубовый и тефлон ли это вообще как у sensei то есть полируется хорошо ног гипер износу он не склонен отлично их четыре и у каждого по краям в виде то вот вот такой вот кромочку кажется что они не доделали эти ножки надо было сделать чуть подлиннее нет это не для этого это для того чтобы вы могли положить отверточку прогреть ножку и снять ее и снова потом наклеить продумано продумано молодцы окошко сенсора у нас не повернута как в некоторых мышах она очень хорошо здесь расположена никаких кастомных линз мы не видим то есть призма камера все стандартно но из-за того что он достаточно найти не диаметр это не круглое отверстие есть никаких дополнительных ножек нет поэтому никакой варс здесь будет не будет скапливаться плюсом достаточно массивен для того чтобы спокойно пройтись кисточкой или ватной палочкой и стереть ненужную пыль которая забьется но из-за того что здесь нет кастомной линзы забиваться это будет очень и очень долго и молодцы ну и вот такой вот замочек поэтому они мы видно строение это чем-то похоже настроение пристегивающихся кабелей его того же sensei rls это просто фиксатор чтоб кабель не вылетел вот так вот нажимаем и вытаскиваем все мышь не работает потому что это не вайрелис мышь это вот такая фиге флюшка фиге флюшка фиге флюшечная все закрылась все отлично также плюс вот этого вот этой системы знаете какой вот эта ручка тире защита перегиба она очень твердая и кабель выходящий из нее у основания мыши переднего у края мыши не будет тереться ковер да вот где-то здесь будет тереться вот у самого края мыши тереться не будет это тоже естественно очень и очень хорошо кабель в оплетке кабели себе заплетки он достаточно тонкий податливый не такой конечно классные как культер мастера но нареканий к нему у меня минимум можно было сделать помягче но может быть и не надо было далее смотрим на форму форму у нас если вы знаете что такое даша вы примерно представляете что такое гладиус и скажу сразу размеры практически идентичные но из-за определенных нюансов гладиус кажется в руке более компактно и более правильно скажем так что ли вес у них примерно одинаковый если у рейзера это 105 грамм то гладиус колеблется где-то в районе ста пяти сто десяти грамм не больше разницы не более 5 грамм это видно по ощущениям так что же они такого интересного сделали форме вот этой форме рейзер десадр десадр естественно слезали форму первых мышей если десадр была доработанная мышь это скажем так от microsoft то гладиус это доработанная мышь от доработанной мыши от microsoft примерно так так чё же в чем же фишка во первых если у дашки есть горб который сочленение фаланг и пястных костей упирается то здесь этого нет далее если желобки на кнопках на дашки я ощущаю только кончиками пальцев то когда рука ложится на гладиус пальцы у меня сами ложатся в эти желобки вы сами можете посмотреть видите как они высоко начинаются в этом районе у даши такого нет желобки вот здесь вот находится естественно интуитивно мои пальцы ложатся всегда куда надо ну и самое главное если у даши вот эта часть где находится резинка особенно вот ближе к переднему краю она такая найти широкая то есть изгиб корпуса идет но никаких дополнительных изгибов больше вы не ощущаете то здесь вроде как идет изгиб корпуса но естественно из-за того что вот здесь наклеена резинка кстати хорошая практически силиконовая и вряд ли она подвержена такому износу как у райвала но из-за того что знаете такая фактурированная поверхность вы не видите самого главного вот в этом районе происходит углубление она еще уже чем досадр естественно мой большой палец вот как будто сделали под мою руку мой большой палец ложится именно в это углубление но это еще не все такое же углубление есть и здесь если вы посмотрите у досадра здесь практически все ровное а вот здесь же опять идет 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 и падаем в такую ямку сюда виде по забитости грязью да скажем так здесь постоянно лежит мой палец здесь отлично ложится большой палец а сюда ложится отлично мой безымянный палец обеспечиваю вот такой вот хват практически идеальный как для ладонного так и для пальцевого хвата картину офигенного офигенной доработки формы дополняет еще тот факт что блок кнопок боковых они здесь конечно чуть получше плане того что хорошая разница разграничитель между ними но они смещены вперед да они широкие но смещены вперед то есть при пальцем ухвате мне постоянно надо было тянуться до передней боковой кнопки здесь блок клавиш смещен назад и смотрите передняя кнопка больше чем блин задние это же они меня как будто кулер мастер взяли и не услышали это же просто феерично а вторых блок клавиш смещен назад то есть при ладонном при пальцевом даже при когте блины эти кнопки находятся идеально но кнопочках мы поговорим в другой раз но как сразу хочу оговориться кнопки чем мне нравится больше до садоровских хотя у них есть свои косяки которые будут в отдельную видео сказано видео вот мы мои рубрики потому что мара может а я если вы посмотрите обзор четырехлетней давности на у клик хантер я уже говорил мне нравится выпирающие кнопки которые можно нажимать подняв палец к верху вот так вот хоп нажал хоп нажал хоп нажал хоп нажал мне нравится ощущать кнопки которые надо строго перпендикулярно жить здесь все отлично здесь об этом позаботились какие кнопочки еще у нас есть это колесико которая пока по бокам боковины не нажимается и кнопка переключения дипя естественно можно все это настроить но для этого есть дрова о которых тоже будет сказано чуть позже вот они основные моменты отличие от десадра и молодцы заработали форма даши она мне не нравилась на самом деле превратилась в практически идеально без вопросов материал про резиночки я вам уже рассказал они вряд ли сотрутся они больше похожи на силикон естественно чуть более скользкие чем у десадра но отлично сохраняют контакт не прикопаться пластик это не софта покрытие и это даже не шершавый пластик это у нас краска которая покрывает прозрачный пластик и здесь очень хорошо соблюдал соблюден баланс между скольжением и трением то есть это не так скользко им так знаете как вот такой вот этот звук да это мне надо постараться чтобы вызвать его не такой как у кулер мастера и скользит и вроде хорошее сцепление в общем мне нравится ну и плюс ко всему вот этот стальной цвет он практически на нем не видно отпечатков пальцев то есть тоже не прикопаться лога слога светится колесико светится больше никаких светящихся хрени на мышке нет еще главное отличие не монолитная верхняя панель а вот имеющая такие вать пластины для каждой кнопки и вот это и сменные микрики есть ахиллесово питают ладно смотрим видео о том как нажимается кнопки из чего они состоят и как они вообще работают и так рубрика потому что мы равно что слушаем прошу прощения так какой вывод делаем из этого я наличие люфта на боковых кнопках но такой же люфт примерно был и у зойки меня это не смущало из-за того что кнопки отлично отцентрованы и имеет хорошую форму ну для меня этот минус нивелируется колесо хорошие механический энкодер от альпса издает монотонный такой достаточно ощутимый шум но он не связан с тем что колесо как-то болтается гребежит громыхает нет это вот и при прокрутке вперед замечены при прокрутке назад это такой вот работа механического энкодера то есть никаких проблем нет нажатие на колесо хорошую достаточно удобная но я не жалкую на колесо и считаю что вы только сломаете вы раньше времени кнопки хороший приятный клик очень быстро можно накликивать и неплохая такая знаете ну скажем так минимальная разница в шуме между правой и левой но есть люфт и этот люфт заключается как раз в том что во первых эти панели панель мыши верхней не однородная вторых скорее всего это связано с тем что свечи заменяются потому что чем больше разборных элементов тем больше вероятность того что где-то у вас что-то залюфтит заскрипит но это такой специфический минус потому что мышь можно разобрать как исправить этот люфт будет рассказывать чуть позже вы все слышали да 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 в такой практически идеально мыши вот такой вот косяк но хочу сказать следующее если вы рукастый парень если вы рукастая женщина мышь рассчитана на то чтобы ее собрать и на самом деле люфт исправляется очень и очень легко у каждой кнопки есть такой столбик который давит на метрик достаточно один-два миллиметра вырезать или тефлоновую найти из тефлоновой ножки или кусочек алюминия или кусочек пластик и его приклеить вы уберете лишнее вот это расстояние которое ходит кнопка до соприкосновения смыть и с микриком и у вас не будет люфта а мышь будет практически я почему практически идеально потому что переходим к сенсору а сенсор у нас какой оптический 3310 от компании pixar тире овага и сейчас этот сенсор я считаю самым лучшим вне зависимости от мыши на его на его основе построен 3366 у лоджитека который является вообще по моему лучшим оптическим сенсором и здесь все отлично во первых asus не лажанулись с настройками здесь хороший шаг в 50 dpi здесь можно настроить акселерацию настроить негативную акселерацию здесь можно строить частоту опроса здесь можно откалибровать под ковер здесь можно выбрать преднастройку здесь можно настроить лод все это функционирует и хорошо что asus не забыли про это как некоторые компании молодцы я на самом деле достаточно давно владеют и мыши и попробовал и бета-дрова и вот сегодняшние 100 то есть полноценные драйвера и разница очень заметна если в бета-дровах на низких dpi было ощущалось такое излишнее излишнее сглаживание то здесь они практически пришли к идеальному балансу сенсор работает офигенно отличный лот хорошая знаете цепкость ковру все хорошо но не допрограммировали что называется сенсор чувствительный к переходу цветовому видите эту кляксу нет мышь не срывалась но как будто при переходе от черного к зеленому у вас падают ровно в два раза dpi мышь начинает тащиться пока ты ей не дернешь и продолжу более быстрое движение тогда она вроде как адаптируется к новому цвету и начинает обрабатывать все как надо но проблема с переходом на цветах присутствует и эта проблема не хардварная а софтварная я надеюсь что компания asus меня услышит передастся со своим программером и буквально следующей прошивки я уже не не ощутил вот такой вот знаете безобразие которое не должно быть с этом сенсором из этой мыши и заключение я очень 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 хочу поставить этой мыши значок одобрено но не могу почему если проблему с сенсором легко можно решить программерским способом то как бы мне не хотелось как бы мне не нравилось это мышь я не могу поставить значок одобрено из-за того что ей нужна физическая доработка до этот косяк решаемый да это блин вообще как расплюнуть его исправить но не все хотят открывать мышь не все хотят этим заниматься поэтому практически идеальная мышь с хорошим сенсором с хорошей начинкой с хорошей кастомизации все 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 при ней asus меня удивили реально но не могу дать значок одобрено но знаете это мышь если вы хотите доработать будет на мой взгляд лучше до сада всем спасибо за внимание пока